Красоте и спорту быть. С 18 апреля возобновили работу парикмахерские, солярии, сауны, фитнес-центры, тренажерные залы и другие объекты, оказывающие подобные услуги. Однако, чтобы принимать посетителей, сотрудники должны соблюдать определенные санитарно-эпидемиологические требования. Наша съемочная группа решила выяснить, как с этим справляются представители малого и среднего бизнеса. Хозяйка студии красоты Анна долго готовилась к открытию своей мастерской. Выбирала и расставляла мебель и предметы декора, чтобы создать должный уют для своих клиенток. Но открыться так и не успели. В регионе были введены ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Клиентов накопилось очень много за этот момент. Дело в том, что мы сейчас с парикмахером не можем работать одновременно в одном помещении, так как по постановлению мы должны работать не более двух человек в помещении. В субботу двери салона так и распахнулись для посетителей, как и положено с соблюдением всех мер безопасности. У нас создан входной фильтр, то есть мы проверяем температуру, мы выдаем каждому клиенту бахилы маску. Маски пока у нас есть запасы, мы даем. Также обрабатываем руки антисептиком. Ну и, соответственно, при работе, то есть я как мастер маникюра, я сижу в защитном экране, плюс маска. И, соответственно, мы стараемся держать дистанцию между клиентом и мной, например. Измерение температуры – средства индивидуальной защиты. Клиентки воспринимают данную необходимой спокойно. Я отношусь к этим мерам с пониманием, потому что ведь это и безопасность, и здоровье клиентов, да. И, в принципе, я за такие меры и готова их соблюдать. Феи красоты, популярные в городе студии, также вынуждены соблюдать усиленные меры безопасности и работать посменно, чтобы не нарушать предписания. Соблюдаем все согласно алгоритму, который нам был рекомендован. Мы отнеслись положительно, потому что мы рады, что нас открыли. Так как мы три недели не работали, это, конечно, было тяжело и морально, и финансово, и для мастеров, и для нас, и клиенты были в ожидании. Поэтому мы рады, что нас открыли, хоть и с ограничительными мерами, но тем не менее. Возобновили свою работу и спортивные центры. Так в школе современного танца сейчас занимаются только взрослые группы с ограниченным количеством участников. В тренировочных залах соблюдаются все меры безопасности. Проводится регулярная дезинфекция. Весь персонал наш принимает тоже меры предосторожности. Мы ходим в масках, в перчатках. Также, когда люди приходят на занятия, ориентиром мы ставим гимнастические ковры, чтобы дистанция была между друг другом одинаковая. И после каждой тренировки мы делаем влажную уборку, проветриваем помещение. Со всей ответственностью подошли к работе и сотрудники известного в городе фитнес-центра. Здесь в основном проходят индивидуальные занятия или занятия малыми группами не более пяти человек по предварительной записи. Между тренировками проводится дезинфекция всех контактных поверхностей. Контроль за здоровьем самих сотрудников измеряется температурой тела при входе на работу и в течение дня. Также сотрудники, если имеют какие-то признаки острых респираторных заболеваний, немедленно остраняются от работы. Соблюдение дистанции, увеличенные интервалы между занятиями и косметическими процедурами для дезинфицирующих обработок, предметы индивидуальной защиты – это временные меры, к которым мы должны относиться с пониманием. Только так получится сохранить наше здоровье, оставаться красивыми и помочь сохранить малый и средний бизнес.